МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Александровна у нас серебряный волонтер, поет в хоре, занимается скандинавской ходьбой и экспресс-бабушка. Первый вопрос я адресую Елене Викентьевне. Сколько в Чувашии проживает граждан старше трудоспособного возраста на сегодняшний день и какую государственную поддержку, помощь они получают? На сегодняшний день в республике проживает 315 тысяч граждан старше трудоспособного возраста, который мы называем старшее поколение. И это количество с каждым годом растет, это нам очень приятно. И вот тот уровень здравоохранения, образования, культуры, экономики, которая развивается в республике, естественно, она способствует увеличению количества людей старшего поколения. И особо отрадно то, что это количество увеличивается не просто от того, что экономика развивается и так далее, все-таки очень много работы проводится именно нашими социальными учреждениями. Государственная поддержка, она выражается не только в предоставлении мер социальной поддержки. Где-то процентов 60 тех людей, которые старше трудоспособного возраста, они являются получателями мер социальной поддержки. Это они получают ежемесячные денежные выпыты. 177 тысяч из них это ветерана труда и получают… Почти половина, да? Да, и получают эту поддержку из республиканского бюджета. Где-то процентов 40 лиц старше трудоспособной, именно республиканские средства идут на государственную поддержку. Кроме того, пожилым людям значительную помощь предоставляет учреждение социального обслуживания. У нас всего в республике 35 таких учреждений. Они именно нацелены и направлены на поддержку старшего поколения. Это и предоставление услуг на дому. Где-то примерно 6 тысяч человек каждый год эти услуги получают. У нас есть интернаты, где на постоянной основе проживают пожилые люди. Где-то 3 тысячи человек. У нас находится учреждение социального обслуживания круглосуточно, продолжительное время. И социальные работники предоставляют им эти услуги. Но учреждения социального обслуживания в последнее время большое внимание уделяют не только уходу за пожилыми людьми. Именно строится работа на поддержании потребностей людей в активном долголетии. То есть их активно выводят из дома и в эти социальные учреждения. У нас есть для этого отделение дневного пребывания. Вот одна из наших, скажем, постоянных клиентов. Отделение дневного пребывания. Тена Александровна, да. Кроме того, у нас есть учреждение-оздоровительный центр. Сергей Валерьевич представляет как раз это учреждение, где могут наши люди тоже получать определенные услуги. Я сейчас подробности не буду рассказать. Думаю, что наши представители сами об этом все расскажут. К социальным центрам, да, конечно. К работе социальных центров мы еще вернемся. Хотелось бы услышать. Ветераны труда, в отличие от обычных пенсионеров, сколько составляет их доплата или, как это называется, пенсия их? Существенно отличается? Ну, пенсии, в принципе, от наличия звания ветеран труда, отсутствия звания ветерана труда, конечно, саморазмер пенсии не зависит. Но кроме пенсии ветераны труда получают государственную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты. На сегодняшний день это 1100 рублей. Ну, первое поручение, которое дал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев, это вопрос индексации пенсии. Вернее, даже не пенсии, а ежемесячной денежной выплаты. В течение трех лет индексация не производилась по определенным причинам. И вот сейчас как раз прорабатываются и разрабатываются документы, предусматривающие индексацию этих выплат. И в ближайшее время эти документы уже будут приняты, и с начала года этого, с января этого года будет установлена увеличенная доплата. Увеличение на 9,38% будет увеличение этой суммы. Перерасчет, то есть, будет с начала года? Да, будет перерасчет с начала года, и в дальнейшем эта сумма будет, вот в этом увеличенном размере, будет выплачиваться. И эти выплаты, получается, практически получат больше, ну, половина пенсионеров на Чувашии. Да, у нас, в принципе, увеличение будет и ветеранов, труда, и дружники в увеличенном размере получат, индексация будет. И в том числе там реабилитированных лиц, признанных пострадавшим политических репрессий. У всех этих категорий, та выплаты, которые получают они на сегодняшний день, будет увеличена на эту сумму. В последнее время наше, действительно, старшее поколение становится все активнее, наверное, надо сказать. Александр Иванович, хочется у вас спросить, как люди некоторые не хотят выходить на пенсию, какие меры социальной поддержки вы можете им оказать в вашем центре, что вы предлагаете, какие, переквалификация какая-то у вас там, да, проходит? В рамках национального проекта «Демография», проекта «Старшее поколение» мы получили хороший опыт в 2019 году по обучению и профессиональной переподготовке лиц предпенсионного возраста. Фокус-группа в Чувашии составляет порядка 88 тысяч человек. Это примерно 7% от общего объема населения, количество населения. И этот опыт, он был в следующем. Были выделены порядка 32 миллионов рублей на эти цели. Обучение предусматривало до трех месяцев обучения. Вот. Независимо от того, это мужчины или женщины, работающие или не работающие, цена обучения на одного человека составляла, согласно правилам, порядка 68 тысяч рублей. Я вам скажу, за 2019 год нам удалось обучить, переобучить, или люди подтвердили свою квалификацию, 1471 человек. Но сами цифры за себя как бы ничего не говорят, но мы считаем, что опыт у нас был хороший, и он удался. Дело в том, что более 90% из этого числа обученных людей либо остались на работе, либо нашли эту работу. Это хороший большой процент и говорит о хорошем качестве работы. Хочу добавить, что те люди, которые были не заняты, они дополнительно получали стипендию в размере 11 280 рублей. Это было в 2019 году. В общем, мы довольно большую работу провели, и главной, скажу так, наградой – это благодарность, искренняя благодарность тех людей, которым мы были в помощь, то, что называется. В 2020 году, значит, Минтрудом эта программа увеличилась, то есть фокус-группа увеличился от 50 и старше, так она и называется, эта программа обучения и профессиональная переподготовка лиц 50 лет и старше. Но были внесены небольшие изменения в эту программу, но выделено уже денег больше – 39,7 миллиона рублей. И уже на сегодняшний день 570 человек мы обучаем, и думаем, что эта цифра будет порядка 2300 человек к концу года. Хочу отметить хорошую и слаженную работу учебных заведений. Это то, что удобно для людей, они могут получать свое образование или подтверждать квалификацию и дистанционно, и заочно. То есть все формы обучения присутствуют, это удобно для лиц любого возраста, а для лиц предпенсионного возраста еще и больше, наверное. Увеличился размер стипендий для незанятых. Он на сегодняшний день составляет 12 130 рублей на увеличение минимальной оплаты труда. Работа эта продолжается. Основные профессии, да, они рабочие, но здесь есть и вполне такие профессии, которые характерны не только для лиц серебряного возраста, мы их так называем, да, а и для лиц среднего возраста. Это и парикмахер, это и повар, это и специалисты по охране труда, это основа ландшафтного дизайна, и много-много-много флористы и так далее, и так далее. Согласитесь, все эти специальности вполне подходят, в том числе и для молодых тоже. Ну и закончу я что, пользуясь случаем, я хочу сказать, что нам приятно быть полезными, нам приятно заниматься с этой группой людей, тем более, что на встрече с кадровиками города все в один голос называют это поколение не просто серебряным поколением, а говорят, что это наш золотой фонд. Дело в том, что по квалификации человек, который от 50 и старше, действительно он чрезвычайно нужен на предприятиях. Это мы видим и у себя, это и опыт, это и знание, и определенная корпоративная культура. Поэтому вот эта программа, она в центре внимания министерства, в нашем внимании. Поэтому мы будем этой программой заниматься вплоть до 2024 года. Можем ли мы говорить, Александр Иванович, что независимо от того, подняли пенсионный возраст или не подняли, желающих работать после 50 или переобучаться, даже стало больше? Ну, желающих переобучаться действительно стало больше. Это однозначно. Что касается самих этих лиц, ведь дело в том, что сама программа была создана для того, чтобы не допустить дискриминацию. В связи с поднятием пенсионного возраста такая опасность могла возникнуть. Ну и кроме того, достаточно большой пул населения, он действительно сохраняет и бодрость, и желание, и способности к работе. И в этих условиях, я считаю, очень правильное направление просто взять и помочь и производителям, помочь и этой группе населения. Ну и самое главное, эта группа населения, она нужна нашему производству, она нужна нашей жизни. Это часть нашего общества, 7%. И мы всячески должны помогать этим людям. Эти услуги бесплатные? Они бесплатно перекладываются? Эти услуги для человека, конечно, бесплатные. Мало того, что я вот еще раз подчеркну, незанятые получают стипендию, и стипендию получают в размере 12 130 рублей в месяц на эти три месяца. Это просто за обучение? Ну, когда он обучается, в период обучения, да, конечно. Поэтому это достаточно финансово емкая помощь, я считаю, для республики, для нашего города. И поэтому многие пользуются этой помощью. Ну, а мы уж стараемся тем, чтобы быть в помощи. А ограничения какие-то есть? Кто-то, например, может, не подходит для этой профессии? Ну, ограничения какие? Они ограничения общегражданские. То есть это справка формы 286. Понятно, что человек должен иметь определенное качество здоровья для того, чтобы просто работать. Это первое. Второе. Конечно, его специальность должна соответствовать. Если, ну, вы понимаете, что есть разные уровни образования, и это не говорит, что за три месяца владеет профессией врача и так далее. Нет, мы понимаем, этого нет. А в целом программа составлена таким образом не на ограничения, а на широкое внедрение и на широкую помощь населению. И в этом смысле я думаю, что она получилась, и результаты ее хорошие. Если вам за 50, это к Александру Ивановичу. Если вы хотите переобучиться, еще совсем не поздно, а самое время. Вам еще и стипендию заплатят. За оздоровлением к Сергею Валерьяновичу, потому что он директор у нас на социально-здоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов ВЕГА. Расскажите, Сергей Валерьянович, какие люди старшего поколения к вам обращаются, что вы можете предложить им в качестве поддержки, чем вы занимаетесь в своем центре? В нашем учреждении могут оздоровиться все ветераны Чувашьей Республики, которые встают в очередь в отделах социальной защиты в районах. Только ветераны, получается, не просто пенсионеры? Ну, тут пенсионеры имеются в виду как ветераны. А, правите. Ну, ветеранов мы предполагаем, что это пенсионеры. Кто официально вышел на пенсию. Да, кто официально вышел на пенсию, они могут у нас это. Учреждение неспроста называется оздоровительным. Мы не говорим, что мы лечим, мы оздоравливаем. Ветераны в нашем учреждении получают весь, ну, почти весь комплекс оздоровительных, физиотерапевтических процедур. Туда входит массаж в первую очередь, когда люди наши очень любят процедуру массажа. Водолечение, теплолечение, электролечение. Вот я уже сказал, что весь комплекс физиотерапевтических процедур мы им оказываем. Это бесплатно у вас происходит? Это с частичной оплатой. Если полная себестоимость путевки 17 350 рублей, а ветераны Чувасской республики, которые по очереди к нам приезжают, они платят чуть больше трех тысяч. У нас в каждом районе есть отдел социального защиты населения, где лица, уже вышедшие на пенсию, обращаются, встают на учет, и в порядке очереди мы направляем на оздоровление. Центр очень востребован, он нравится нашим лицам старшего поколения, и там проходит оздоровление. А все желающие вообще успевают попадать? Все равно очередь, вы говорите. Ну, как только проходит оздоровление, они сразу встают опять же в очередь. Если бы центр не был бы так востребован, если бы он не нравился, наши ветераны бы к нам по-новому не пришли в очередь. И то, что вот как раз Александр Иванович отметил, и Сергей Валерьевич, это как раз одни из направлений работы вот этой программы нацпроекта, программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения. Там несколько направлений, и вот в рамках этого же проекта в прошлом году мы приобрели, за счет средств федерального бюджета, приобрели 30 автомобилей. Именно машина приобретена была для того, чтобы нам помочь старшее поколение, лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, по доставке в лечебные учреждения. Именно для того, чтобы своевременно выявить имеющиеся у них заболевания, провести качественную диспенсеризацию и как бы своевременно применить к ним средства лечения, чтобы можно было продлить их жизнь на активном долголетии. И цель этой программы старшего поколения – это как раз улучшение качества жизни и продление активного здорового долголетия, здорового продолжительности жизни. Мы к этому должны будем достичь. к 2024 году это должно быть 67 лет. 67 лет. Здоровая, именно здоровая продолжительность жизни. Сергей Валерьянович, я знаю, что у вас устроится еще и новый корпус такого же центра, как ВЕГА. Расскажите немножко об этом. К сожалению, очередность нашего учреждения большая. И вот, чтобы разгрузить эту очередность, мы сейчас строим, не строим, а реконструируем здание, трехэтажное здание в поселке Киря Алатарского района. Федеральный бюджет выделил 108 миллионов, и миллион еще софинансирования республика дает. Вот на эти деньги мы сейчас строим, не только пытаемся, но уже строим, начато строительство этого центра. Когда закончите? По плану должны завершить в декабре месяце. Декабре месяце. И уже вы получаете большему количеству старшего поколения людей можете... Если мы сейчас 1500 человек оздоравливаем в год в нашем центре, уже это где-то будет около за 2000. Это центр, которым я сейчас руковожу. Мы централизованно людей забираем из города, также централизованно их доставляем обратно в город. И я так думаю, скорее всего, там-то это сложнее будет, потому что с населенных пунктов мы собирать-то не можем. Но там, наверное, другие преимущества, подальше от города. Логистика в любом случае будет продумана. На сегодняшний день логистика такая, что ветераны со всей республики у нас собираются в городе Чебоксары, собираются на железнодорожном вокзале. И с этой площадью перед железнодорожным вокзалом наш автобус, именно ведомственный автобус, наш оздоровительный центр доставляет в центр. И мы, наверное, перейдем к нашей Татьяне Александровне. Татьяна Александровна, расскажите, как вы чувствуете вообще поддержку, которая вам оказывается в нашей республике? Как вам удается вести столь активный образ жизни и выглядеть так красиво, прекрасно? Спасибо. Как только я вышла на пенсию, я знала об этом центре. Я живу в Калининском районе, и наш центр находится недалеко. Скажите сначала, какой центр вы посещаете? Центр в Калининском районе, центр обслуживания населения. Он находится у нас недалеко от Шапашкар. Я и живу в этом районе. И как только я вышла на пенсию, я сначала пошла в хор. И вот уже шесть лет я пою в хоре «Калинушка». Мы поем не только песни. Мы к Новому году готовим всякие театрализованные сказки, представления. Даже ездим с выступлениями в Кургетсе, в Дом престарелых, где нас всегда ждут, поддерживают. Потом я пошла на физкультуру. Два-три раза в неделю я ходила на физкультуру с удовольствием. Потом у нас там открылся небольшой кружок куколинских спектаклей. Мы сами пишем и постановку, и шьем костюмы, выступаем перед нашими бабушками, едем в детские сады. Часто мы посещаем даже детей-инвалидов у нас, выступаем перед детьми-инвалидами. Вот день, вот такой вот есть, 3 декабря. Приезжаем и с удовольствием дети нас тоже воспринимают, им нравится. И прекрасный у нас есть еще театр моды. Театр моды – это женщины такого же возраста, как я. Они шьют сами костюмы, какие-то, например, тема шляпы или тема валенки, и дефилируют на праздниках и города, и нашего района. А еще я три года уже плунных, уже четвертый год, я являюсь участником проекта «Экспресс-бабушки». Есть у нас такой проект. Это такие женщины, как я, мы можем сказать, молодые пенсионерки. Конечно. Да, вот имеющие какой-то опыт, какой-то жизненный, имеющие свободное время. Мы приходим в семьи, в многодетные семьи. Детям, может быть, неполная семья. И помогаем этим мамам. Когда маме нужно уйти в больницу или сходить в магазин, может быть, с ребеночком посидеть, может быть, его покормить где-то. Дети, конечно, не самого маленького возраста, чуть постарше трех лет. Может быть, погулять, почитать книжку. Вот у меня, например, такая семья есть в Новом городе, тоже там ребенок-инвалид, и двойняшки учатся в первом классе, а мальчику вот уже 15, я тоже привожу ему лекарства, если нужно. Если нужно, я с ним прогуливаюсь, занимаюсь с детьми. Таких бабушек у нас, в кавычках бабушка, больше 50 в нашем Калининском. Даже, по-моему, по всем нашим Калининском. Это очень большая помощь. Да, это большая помощь, люди к нам обращаются. Вообще я хочу сказать, что активное долголетие, чтобы качественно жить, интересно жить, мы собираемся туда, мы занимаемся там и рукоделием, и лепкой. Я очень люблю из глины лепить, мы лепим фигуры. Мы находим себе друзей, подруг, ходим часто в театр. Есть у нас там еще экскурсии. Мы собираемся, такая вот социальная программа на социальный туризм. Мы ездим в города, ездим в такие места памятные, не памятные, а святые, святые места. Дивеево, вот Сергеев Посад. В общем, время у нас проходит быстро, интересно. Вы чувствуете эту социальную поддержку? Я чувствую, я и вот мои подруги, которые стали вот эти женщины, с которыми я хожу туда, мы чувствуем эту поддержку. Там жизнь проходит интересно. Вот у нас там много, жизнь кипит, можно сказать. А чем бы вы занимались, если бы не было такого центра в вашей жизни, например? Ну, я бы нашла, наверное, какую-то еще что-нибудь нашла. Но мне, я большое, вот я благодарна, и от имени наших женщин, благодарна нашему правительству, нашей республике, вот нашей, наверное, страны, что таких центров открывается все больше и больше, потому что раз пенсионера становится все больше и больше, да, и мы находим себе применение. Мы туда ходим, как в Дом пионеров. Вот когда-то мы ходили, да, и вот то, что вот мы не реализовали в этой жизни, ну, сначала по молодости, да, там учеба, потом работа. И сейчас у нас есть много времени, чтобы реализовать свои мечты. Это здорово. А что вы можете сказать людям старшего поколения, такого же возраста, как вы, может? Я приглашаю всех в наш центр. Я приглашаю активно, конечно, может быть, центр всех не вместит, но вот вас я приглашаю. Это действительно интересно. И заниматься гимнастикой. И ходить по утрам и вечерам, это наша ходьба скандинавская, это тоже здорово. Это дышим, это работают все мышцы. И здоровое питание. Мы у нас там и рецептами там делимся. В общем, жизнь там интересна. Намного интереснее, чем вот так вот сидеть по домам, смотреть только телевизор или обсуждать там кого-то на лавочке. В этом году вся страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Что делается в этом направлении? Это вопрос Елене Викентьевне. Для ветеранов их уже осталось очень мало на самом деле. И может быть для семей, в которых жили ветераны. На сегодняшний день в республике проживают более 10 тысяч граждан, которых мы традиционно чествуем в рамках Дня Победы. Это и инвалиды-участники войны, 434 человека. Это среди них и дружники тыла, более 9 тысяч. Среди них есть бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, это 50 человек. 32 человека, лица, которые были награждены знаком жителей полкарного Ленинграда. И среди них есть и вдовы, инвалидов-участников войны, более 2,5 тысяч. В целом в республике проводится мероприятий много в рамках празднования. Памятных мероприятий связаны с Великой Отечественной войной. Но в этом году особенный год. Это год 75-летия Победы. Год памяти и славы не зря. Этот год так назван и обозначен. Масштабные мероприятия пройдут по всей республике. Крупные мероприятия пройдут и в городе Чебоксары. Порядка 4,5 тысяч будет мероприятий проведено, где примут участие практически все население нашей республики. Сказать тут ветераны, естественно, они будут приглашены. Мы понимаем, что ветераны – это уже более старшее поколение. Им немножко по состоянию здоровья будет тяжело принимать в этих мероприятиях. Но вот на заседание рабочей группы принято было решение пригласить на это мероприятие представителей с каждого района. Мы понимаем, что им тяжело будет просто приехать на тот день. Поэтому заранее планируем их разместить именно в социально-здоровительном центре, чтобы укрепить их здоровье, чтобы нам можно было делегатам со всех районов пригласить на просмотр парада, который пройдет в городе Чебоксары. Парад, он традиционный, он будет проведен. Несмотря на то, что у нас в этом году продолжается ремонтная работа на Кростной площади, но переместиться немножко в другое место для проведения парада, тем не менее эти мероприятия будут приведены. И в рамках 75-летия Победы будут и единовременные выплаты. Есть указ президента России, где инвалидам, участникам войны, вдовам обозначена сумма, это будет выплачивать 75 тысяч рублей, дружникам делу это 50 тысяч рублей. И подписан уже указ главы республики об осуществлении единовременной выплаты из бюджета республики. 25 тысяч рублей у нас получат инвалиды, участники войны, бывшие несовершенненные узники, концлагерей и лица награждены знаком жителей Бакарного Ленинграда. Кроме того, будут и именные поздравления, будут и подарки. Начиная с 4 февраля начато вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Каждый ветеран под руководством именно правительства республики будет охвачен заботой и вниманием и получит достойную награду и почет и уважение. Спасибо всем за беседу. Я пожелаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и активного долголетия. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова